Всем привет! У меня на столе ничто иное, как сенсорный звуковой выключатель. Причем выключатель триггер. Необычного. То есть, вот эта вот схема может включать и выключать нагрузку. Может быть подключена к реле, может быть подключена к силовому транзистору. И управляемая всего лишь током вот этих двух маленьких севших пальчиковых батареек, на выходе тут всего 2 вольта, вот эта схема способна включаться и выключаться, но не по волшебству. То есть, если ее трогать, мацать и как-то на нее воздействовать, ничего не произойдет. Но, если я сделаю щелчок, схема включилась. При этом издается такой противный звуковой сигнал. И если я хочу выключить, я не буду обрывать питание. Я просто вот так вот прикоснулся пальчиком и все. Посмотрите, куда я прикоснулся. Это вовсе не железяки. Тут нет сверхчувствительных полевых транзисторов или мосфетов, касаясь которых можно ввести их в нестабильное состояние и изображать, типа сделал сенсор. На самом деле, на мосфетах этот фокус просто убивает, во-первых, транзистор, а во-вторых, транзистор нестабильно работает. Неизвестно, какой заряд у нас на руке. Здесь же все просто. Мы щелкнули пальчиком и включили схему. Мы приложили пальчик и выключили схему. Триггер, триггер. Работает? Работает. Даже некоторую маленькую нагрузку включает. Ну, правда, нагрузка тут хитрая. Давайте покажу, какая. Это вот парочка вот таких вот маленьких зеленых светодиодов. Конечно, на их месте может быть большой транзистор или реле, и все это будет управлять светом там или еще чем-нибудь. Но вы тут же скажете, а не, смотри-ка, он звучит-то противно, когда включился. Да. Он звучит противно, но наверняка вы слышали об ультразвуковых датчиках приближения. Вот это звуковой датчик приближения. Потому что выключается он именно из-за того, что я приближаю к нему свой палец. То есть, для активации ему нужен первоначальный импульс, видимо, его щелчка. Вот он включился. А дальше я что-нибудь должен приблизить к отверстию излучателя звукового. И вот он выключился. Никаких металлов, все изолировано, компактно, заметьте, минимум деталей. Противный звук. Противный звук можно ограничить, потому что вот ультразвуковые датчики приближения, они ведь работают, и вы их не слышите. Так же, как вы не видите свет, который излучают пульты телевизора. Хотя некоторые глаза видят эту засветку. Ну и сотовые телефоны, и камеры тоже. Но это вас не раздражает. Поэтому, если мы переведем вот эту штучку на ультразвук, и я ее переводил на ультразвук, оставил звук лишь только для того, чтобы вы поняли, что происходит во время демонстрации. Момент второй. Ну то есть, эту схему можно заткнуть, если перевести ее на ультразвук. Он будет, конечно, распугивать собак и комаров, но человек его слышать практически не будет. Тем более, что мощность этой ультразвуковой волны весьма и весьма мала. Для того, чтобы ее почувствовать, надо находиться рядом или приложить ухо, ну или еще что-нибудь. А включить и выключить очень легко. Работает стабильно, работает надежно, не содержит лишних деталей, а выполнено на старинных вот таких вот транзисторах. Люблю МПшечки, люблю германиевые транзисторы, люблю старые кремниевые транзисторы, наподобие вот таких вот КТ-315 и КТ-361. И именно на них я изобразил эту схему. Давайте глянем ее крупным планом, так, чтобы вы могли разглядеть все ее, так сказать, достояние, все ее бриллианты. Управлять и настраивать этой схемой очень просто. Состоит она всего лишь, как сами видели, из минимума запчастей. Давайте схему в студию, как я и обещал. Схемку положим сюда вот в сторонку. Итак, это творение сделано на двух транзисторах, которые могут быть, ну, не совсем любыми, в моем случае это старые транзисторы. Могут применяться пары КТ-315, КТ-365, ой, КТ-361. Вот, могут быть транзисторы МП-38, МП-13, МП-42, МП-40. Ну, то есть старые вот такие вот транзисторы, если у кого-то завалялись, на них эту схему делать бесподобно. Динамичек. Динамик или вот такой PC-спикер, их кругом навалом валяются где угодно за копейки. У меня, в моем случае, 8-омный. Они бывают разные, и именно от него зависит звуковая частота, на которой он будет работать. Резистор. Вот этот вот ограничительный резистор, он же задает звук. То есть, можно побаловаться разными напряжениями. В моем случае это напряжение всего лишь 2 вольта. Можно побаловаться разными динамиками. Вот, можно побаловаться разными резисторами. Ну, вот начиная вот с такой схемы, вы можете отходить в ту или иную сторону и получать либо очень высокие звуки, либо заниженные звуки, смотря что вам потребуется. На самом деле, это звуковой генератор. Вот. Он же так называемый двухдиодный транзистор. Слыхали о таких? Если не слышали, то, пожалуйста, посмотрите ролик на моем канале. Вот. Вот эти два светодиода, они опциональны. Я их использовал совершенно для других целей, но зато видно, что динамик работает. И именно вот эта вот 8-омная катушечка вырабатывает ту самую энергию, которая запитывает вот эти диоды. От двух вольт они не горят. То есть, вот этот вот диод, который должен прямым током в момент открывания вот этого транзистора, ему не хватает ни тока, ни напряжения. А вот этот вот диод, за счет самоиндукции вот такой вот маленькой катушечки, загорается достаточно ярким светом. При этом можно провести очень интересные опыты и эксперименты, повышая напряжение и изменяя параметры вот этого резистора. Можно добиться свечения в зависимости от звука или одного диода, или другого диода. Но мы говорим о сенсоре. Итак, чтобы добиться разного звучания вот этого динамика, так как мы не можем подбирать сопротивление динамика внутри, мы можем подбирать сопротивление динамика снаружи. Изменить частоту можно следующим образом. Повысить сопротивление, добавив вот здесь вот резистор такой вот, R. Это должен быть амический резистор, то есть это не килоомы, это омы. Ну, можете попробовать и килоом, килоом тоже будет звучать. И в зависимости от сочетания вот этого резистора, ну, сопротивления вот этого резистора и вот этого самого динамика, у вас будет меняться частота. Еще один способ изменить частоту вот этой вот пищалки, мультивибратора, как хотите, в моем случае это триггер получился звуковой. Вот, можно добавить емкость вот здесь. Добавить вот здесь вот емкость. Но только не переборщите. Так, я вот через циферку нарисую. Вот, будет в принципе ясно. Можно вот сюда было вынести. Вот, этот конденсатор, расположенный вот в этой точке, заставит звучать совершенно иначе. Вот этот вот динамик. Ну, соответственно, изменится свечение светодиодов. И можно добиться той частоты, когда он не будет уже срабатывать на касание пальчиками. Когда мы затыкаем дырочку, эта схема не будет работать. Про ток. На основном канале я сделал измерение тока в этой схеме. И в режиме покоя, вот как сейчас она у меня находится, ток потребления у нее нулевой. То есть, вот этот генератор не заводится ровно до тех пор, пока не появится его запускающий импульс. То есть, оба транзистора, вот смотрите, КТ-315 получает в данном случае питание через 8 Ом, но он закрыт. И будет закрыт до тех пор, пока не приоткроется вот этот транзистор. Но этот транзистор не приоткроется ровно до тех пор, пока не произойдет некоторое явление, а именно удар по динамику, звуковая волна, которая сгенерирует в нем небольшую ЭДС. Эта ЭДС, появившаяся здесь, никак не влияет на КТ-315, но зато влияет именно вот обратная ЭДС. Она дернет базу, сделает ей смещение, и вот этот 40-й транзистор приоткроется, тем самым приоткроет 315-й, и процесс начнет повторяться. Почему? Дело в том, что при ударе звуковой волны в динамик у нас образуется ЭДС, вот здесь вот, но не постоянная. То есть, мы нажали на динамик, ЭДС спровоцировало открытие транзистора, ток пошел и вернул катушечку динамика в определенное состояние, ну, скорее всего, в состоянии покоя. Ну, покоя для вот этого транзистора. И вот этот вот возврат в состоянии покоя вызвал еще одну волну ЭДС, и процесс у нас начинает вот так вот, как только колебается здесь мембранка, катушечка, ну, что есть у динамика. Вот в данном случае у этого динамика колебается вовсе не... Замолчи! Вот, колебается вовсе не катушка. Здесь колебается мембрана. Но даже колебаний вот этой мембраны в поле магнитном достаточно для того, чтобы в катушке возникало ЭДС, который приводит к запуску этого генератора. Случайным образом он не запустится, потому что здесь мембранка очень маленькая, и нужны очень резкие звуки, причем высокочастотные достаточно, которые я могу делать единственным образом. Либо, конечно, бить стаканы, ну, а скорее всего, просто вот такой щелчок. А заткнуть... Видите, колпачком не получится этой стороной, а вот этой получится. Дырочку затыкаем. Звуковая волна, идущая из динамика и позволяющая делать провокацию в этой точке и делать новое смещение, и делать генерацию, она ударяется обмой пальчик, не позволяет дальше сместиться мембранки, и затухают колебания, затухают до нуля, потому что очень высокая частота, удар, противоудар, и все. Таким образом, система выключается и стоит в режиме покоя. Да, у нее есть свои недостатки, как и у любой схемы, суперпростой, но в то же время она применима, применима не только в самоделках, ее можно применять и в быту, то есть, если подобрать напряжение таким образом, что никаким случайным колебанием, никаким случайным касанием вы не запускаете данный генератор, то, естественно, он может стоять у вас в выключателе, может управлять светом, может управлять, я не знаю, чем еще, в общем, быть обыкновенной сенсорной звуковой кнопкой. Ну, а можно построить какую-нибудь модель, которая будет ехать и улавливать ультразвуком состояние каких-нибудь предметов вокруг. Но это будет уже робот, и это совсем другая история. Надеюсь, все было понятно, схемку можете срисовать, выполнить, и у вас будет вот такой замечательный выключатель. На этом все, ребята, пока, до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok